Когда отец писал вот все эти пьесы, премии и так далее, это было острие, то есть это было, собственно говоря, то, о чем все думали. Сейчас, безусловно, легче будут смотреться какие-то политические или бизнес-истории, чем истории такие производственные. Собственно говоря, мы про производство, то есть там нет, там сейчас конфликты не внутренние, а внешние. То есть, да, вот, так мне кажется. Вот, но я могу быть не прав, вот у меня есть там какой-то, можно сказать, один из моих каких-то, я не знаю, учеников, не учеников, младших, Леша Жарич, который сейчас работает на Уралвагонзаводе. Они поставили пьесу отца сейчас, ну и очень довольны, и кажется им, что это очень актуально. Ну вот, может быть, надо с ним поговорить на эту тему конкретно, и он скажет что-то, потому что он там, вот этот завод, вот у него там, может быть, он как раз опровергнет мое представление о том, что нет внутренних конфликтов сегодня производственной драмы. То есть, мне кажется, что это немножко неактуально сейчас. Вы понимаете, мне вот сейчас там спрашивают, ну, там была какая-то ситуация, когда там какие-то люди наехали на выставку, там закрыли ее, говорят, как, как? Я говорю, слушайте, ну, потерявший голову по волосам не плачет. То есть, то, что сейчас происходит со страной, как бы переживать о судьбе российского кино, ну, мне кажется, странно. Потому что, ну, те процессы, которые они похоронят все, в том числе и кино. Вот, то есть, поэтому, скорее, там можно говорить о том, что в разных сферах разная симптоматика, то есть, по-разному мы видим проявление вот этого общего такого падения, деградации. Вот. Ну, вот жалеть о том, что нет производственной драмы, ну, не знаю, у меня не возникает такой мысли. Спасибо. Спасибо.